Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о первом послании Евангелиста Иоанна и обратимся к третьей главе. И мысль Евангелиста, которую он формулирует постепенно, шаг за шагом, продолжает развиваться в третьей главе. И вот смотрите, на основании того, что было сказано выше, на основании того, что Евангелист уже написал, что тот пребывает в Боге, кто соблюдает его заповеди, тот пребывает в свете Божьем. И свет этот есть исповедание того, что Иисус, Иисус из Назарета, и есть Христос Спаситель мира. И тогда в правде Божьей мы можем поступать, когда это исповедание наполняет нас светом. И вот дальше продолжается об этом же разговор в третьей главе совершенно удивительными словами. На самом деле, понимаете, формулировки Евангелиста так глубоки, что невольно ты останавливаешься на каждом стихе, и очень трудно поэтому увидеть в целом, там, по абзацам или по главам развитие мысли. Вот он говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Его. Речь идет главным образом о том, что Отец Небесный, дав нам Иисуса Христа в предыдущей главе, просветив наши сердца Его светом, тем самым дает внутрь нас, если хотите, силу своей любви. Смотрите, какую способность любить, потребность любить, желание любить, силу любви, дар любви дал нам Отец Небесный. В предыдущих главах еще ведь был очень важный вопрос, напомню, как проверить себя, во свете ли ты, находишься ли ты во Христе, поступаешь ли ты по Его правде, вот по соблюдению заповедей. И здесь Евангелист говорит, вот любовь дал нам Отец, чтобы... Как это увидеть? Как это увидеть, эту любовь? Как понять, для чего? Что с этим вообще совсем делать? Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы дети Божьи. Мы дети Божьи. И так иногда обидно, что ложное, лживое такое уничижение, которое христиане обычно выдают за смирение, привело к тому, что мы с удовольствием называем себя рабами Божьими, а вот назвать себя детьми Божьими почему-то мнемся. Но на самом деле вот так, вот так. Любовь, которую дает нам Бог, свет Божий во Христе, дается, чтобы мы действительно назывались и были детьми Божьими. Назывались и были детьми Божьими. Детьми, которые пребывают в Доме Отца вечно, по праву, не на птичьих основаниях, а действительно вот как дети, как чадо Божье. Вероятно, имея в виду напряженную ситуацию, всегда балансирующую на грани гонений. Вокруг христиан, которым он пишет, евангелист говорит, мир потому не знает нас, что не познал его. Ну, мир, который не любите мира и того, кто в мире. Того, что в мире. Вот этот мир, он не знает Бога? Не знает. Потому что эта любовь, это свет, который дается, когда ты исповедуешь Иисуса спасителем мира. И помнишь об этом, и думаешь о том, что Иисус спаситель мира. И вот евангелист говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Теперь это не всегда так было. Это дано на кресте. Дар Божий, который совершается на кресте. Но, говорит он, еще не открылось, что будем. Обратите внимание, он говорит о том, что наше сегодняшнее состояние, вот сегодняшнее мы, это дети Божьи. Но это еще не все. Хотя, казалось бы, а так сказать, куда дальше, куда больше. Но это, говорит он, еще не все. Замысел Божий еще не в... Каким-то образом не в полной мере, наверное, реализован. А может быть и в полной, но мы еще не в состоянии этого увидеть. Еще не открылось, что будем. Нам еще есть, куда расти. Нам еще есть, что делать. Может быть, чему учиться, над чем трудиться. Мы только знаем, что в конце, когда откроется, будем подобны ему. Подобны. Потому что увидим его, как он есть. Христиан считает, что увидеть Бога, как он есть, это значит стать подобным ему. Это значит приобщиться к Богу, причаститься, как об этом... Быть вместе друг с другом во Христе, как об этом шла речь в первой главе. И дальше евангелист пишет о том, что, ну, понимаете, наша надежда на Христа, и эта надежда нас очищает. Потому что, ну, грех существует, существует. Грех беззаконие. Но вы знаете, что он, то есть Иисус, явился для того, чтобы взять грехи наши, забрать их, и что в нем нет греха. В нем нет греха. Ну, точно так же, как в первой главе. Иоанн пишет, что, собственно, наше свидетельство, наше Евангелие, благовествование в том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот здесь он повторяет, в сущности-то ведь то же самое, говоря, что в нем нет греха. Это продолжается благовествование Анна в том, что в Иисусе Христе свет, правда, и нет греха. И нет греха. И поэтому, когда ты открываешь этому свету Божьему свои поступки, а через это свое сердце, и твое сердце очищается, наполняется светом. Пребывающий в нем не согрешает. Пребывающий в нем не согрешает. Вот это чрезвычайно важная вещь. Понимаете, мы очень любим аутотренинг, заниматься собой. Какие-нибудь экзотические средства, упражнения, духовные, телесные, какие угодно, для того, чтобы там воздержаться от греха, воздержаться, удержаться. И советуем друг другу, учим со страшной силой. Как надо там воспитывать в себе силу воли. Ну, силу воли надо себя воспитывать, конечно, это само собой разумеется. Но не это спасает от греха. Не это. А пребывающий в нем не согрешает. Евангелист говорит о том, что вот такая логика, такой путь, такое единственное средство пребывать в Иисусе. А это значит исповедовать его Господом и исполнять его заповеди. Дети, да не обольщает вас никто. Праведен тот, кто делает правду, а не тот, кто рассказывает про свои озарения. Это уж так, от тебя добавим. Дети, да не обольщает вас никто. Ну, это не на пустом месте написанная фраза. Потому что есть в этот момент, по-видимому, желающие обольстить христиан и рассказать им, что Христос, понятия мифологии соотносятся с каким-нибудь там эоном небесных сущностей. Когда читаешь этих всех гностиков, не только тогдашних, позднейших, просто диву даешься, как можно всерьез подобного рода басни сочинять и воспринимать. Одна уж вот так. Иоанн говорит, да не обольщает вас никто. Не обольщайтесь. Правду. В правде пребывает тот, кто правду делает. Реально поступает. Вот он пытается нащупать и сформулировать четкую грань между реальной жизнью, в которой есть реальный правственный выбор, реальные поступки, труд, реальные взаимоотношения с реальными людьми. От всякой псевдодуховной невидимости. И еще несколько формулировок примерно той же самой мысли. Он говорит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Не делающий правды, не от Бога. Особенный или точно так же не любящий брата своего. Еще раз он формулирует благовествование. Дальше. Вот таково благовествование, которое вы слышали от начала. Чтобы мы любили друг друга. Бог есть свет. Благовествование. Благовествование, что этот Иисус и есть Христос. И еще раз формулировка того же благовествования. Чтобы мы любили друг друга. Чтобы в нашей реальной жизни, в наших поступках вот была эта Божья любовь, которую дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Его. Иоанн пишет, не удивляйтесь, что мир вас ненавидит. Потому что, ну, мир по-другому живет, по другим принципам. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы перешли из смерти в жизнь. Мы порой все усилия тратим на то, чтобы гарантировать, обеспечить, добиться, заслужить переход из смерти в жизнь. Кто там гигантские пожертвования делает на какую-нибудь архитектуру, кто что-то другое там на память душе. Наверное, это все имеет смысл, конечно. Но евангелист говорит, все уже произошло. Мы уже перешли от смерти в жизнь. Мы уже перешли от смерти в жизнь. Как, почему мы перешли от смерти в жизнь? А потому, что мы любим братьев, говорит он. Значит, свет Христов пребывает в нас, значит, любовь Божья пребывает в нас, значит, мы уже перешли от смерти в жизнь. Вот новая жизнь сейчас, не потом. Потом, само собой разумеется, новая жизнь сейчас. Царство Божье – это такая реальность, в которую надо входить сейчас. Невозможно войти в нее в будущее. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А не любящий братьев, не любящий брата своего пребывает в смерти. И вот здесь в третьей главе много раз еще и еще снова чуть по-другому Иоанн пытается это сформулировать, чтобы мы увидели, чтобы мы почувствовали действительно полноту картины. Он говорит о том, что ненавидящий, недовидящий брата есть человек-убийца, доказательство от противного. Ненавидящий – есть человек-убийца, человек-убийца не имеет жизни. А мы знаем любовь и знаем ее в том, что Иисус положил за нас душу свою. Положил за нас душу свою. Поэтому и мы, говорит евангелист, должны полагать душу своей за братьев. Ну, по совести сказать, чаще всего эти слова истолковываются в качестве обоснования для разных милитаристских тенденций в человеческом обществе. Так было с ранним средневековья. Ну, потому что, говорит, вот там написано, мы должны полагать душу свою за братьев, поэтому идите воевать за императора какого-нибудь там очередного бесконечного византийского и завоевывать для него мирные народы. Ну, это передергивание, не более того. И чтобы, как это, никто не заморочил нам голову, да никто не обольщает вас. Евангелист пишет, что он имеет в виду. Что значит полагать душу свою за братьев? Что это означает? Вот эти вот все наши выдумки, это выдумки. У Иоанна все четко. Кто имеет достаток в мире, видит брата своего в нужде и затворяет от него сердце свое, вот это тот, в ком нет любви Божьей. Полагать душу свою за братьев, это значит помочь, отдать то, что у тебя есть, в чем нуждается, у кого есть достаток. поделиться, поделиться с нуждающимся тем, что у тебя самого есть и что тебе дано. Вот дети мои, пишет он, станем любить не словом и языком, но делом и истиной. Вот это действенное любое к ближнему, конкретному человеку, который в чем-то нуждается, в чем у тебя достаток. Может быть, во времени, может быть, в силах, может быть, в пище, еще в чем-то. Вот, поделиться. Это и есть полагать душу свою за братьев. И в этом мы познаем любовь Божьем. Потому что Христос также положил душу свою за нас, поделившись с нами тем, чего у нас не было, а у него в достатке. Это жизнь, жизнь вечная, потому что он и есть жизнь. Вот точно так же и мы призваны поступать. снова возвращается евангелист к разговору о том, как понять, что мы стоим в правде, стоим в Боге, как успокоить в нем или перед ним сердца наши. Вот почему мы узнаем, что мы от истины. Вот как это можно узнать. Если сердце наше не осуждает нас, и тогда мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце наше не осуждает нас, потому что соблюдаем заповеди, делаем благоугодное перед ним, он говорит, не нужно никаких прозрений. Когда сидит какой-нибудь человек, к нему приходят один за другим, то это реально по тем временам картина вполне таких маститых духовицев, прости Господи. Так этот там в духе, а этот не в духе, а из этого вообще надо изгонять и так далее. Вот эти вот все миссические дремучие дедушки. Понимаете, евангелист говорит, мы соблюдаем заповеди и делаем благоугодное перед ним. И вот в этой реальности поступков, поступков не каких-то наших внутренних непостижимых и не описуемых состояний, поступков. Вот в этом видно соблюдение заповеди принадлежность Богу. А заповедь его, снова и еще раз, о том, что же такое благовествование и какова заповедь. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Вот, собственно, и все. Поступать движим и этой любовью и верить в то, что Иисус есть Спаситель мира, Сын Божий. И поэтому, говорит Иоанн, тот, кто сохраняет эти заповеди, Он пребывает в нем. И Он, Христос, пребывает в этом человеке. Редактор субтитров Продолжение следует...